Здравствуйте! Это новость из Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. Вот главная тема. Без вашего надежного плеча мы никуда. Миллионы мужчин принимают поздравления в День защитника Отечества. 15-ти градусные морозы, а потом резко в плюс. Аномальная температура ожидает республику в ближайшие дни. О чем предупреждают МЧС и синоптики, смотрите в выпуске. Квест-игра, сбор и разбор автомата. Как у школьников сегодня развивают командный дух и патриотизм, смотрите в нашем выпуске. Сегодня День защитника Отечества. Этот праздник является Днем воинской славы страны и отмечается в ряде других стран СНГ. Сергей Миликов поздравил сегодня всех дагестанцев. Он подчеркнул, что для каждого из нас праздник наполнен глубоким смыслом, поскольку олицетворяет неразрывную связь поколений. Он выразил глубочайшее уважение к людям вратного труда, для кого патриотизм, готовность встать на защиту Родины, важнейшие личностные ориентиры. День защитника Отечества. Праздник, который объединил вокруг себя героев нашего времени. И среди них работники МЧС. Они находятся в постоянной боевой готовности и каждую минуту следят за чрезвычайными ситуациями. Герой нашего следующего сюжета один из них – инженер пожарной безопасности, подполковник МЧС Сабир Махмудов. Подробности расскажет мой коллега Карим Даниев. Никогда не жалел и сейчас не жалею. Я считаю, что это достойная профессия, несущая благо людям. Мы приходим в самый, наверное, такой критический момент, когда нужна помощь людям. Сабир Махмудов сегодня отмечает сразу два праздника – День защитника Отечества и День рождения. И похоже, что такая профессия была предначертана ему судьбой. Еще будучи школьником, Махмудов принял окончательное решение стать спасателем, когда увидел слаженную и самоотверженную работу пожарных. Это впечатлило его до глубины души. И по окончанию школы он поступил в Академию противопожарной службы МЧС Москва. С энтузиазмом, с желанием обучался. С еще большим желанием выезжал на практические выезда, когда мы стали заступать, проводить стажировку в боевых подразделениях. Это я в городе Москва. И также мы направлялись в республику Дагестан. Я в седьмую пожарную часть проходил стажировку. Мне интересны были именно профилирующие предметы. Мне интересна была пожарная техника, пожарная тактика, физико-химические процессы горения. Там были у нас такие предметы. У нас было пожарное безопасное строительство. Большинство экзаменов он получал автоматом. Успехи в учебе и практике ожидаемо привели его к успехам на работе. Все полученные знания он прекрасно применяет на службе. Спасение людей и работа во благо общества – главная жизнь Сабира Махмудова. Я это любил, люблю. Я являюсь начальником пожарной части. В течение пяти лет выступал за сборную пожарной части. То есть так же, как пожарный, бегал по штормовой лестнице, бегал в 100-метровую полосу с препятствиями, выполнял второй разряд по пожарно-прикладному спорту. Сегодня основная задача Махмудова – поддержание боевой готовности пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, чтобы в любую минуту по сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, личный состав был готов к моментальному реагированию на ЧП. Спасению людей ничего не должно помешать. Мы находимся в ситуационном центре республики Дагестан. В данный центр стекается абсолютно вся информация о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях. Отсюда принимаются решения на реагирование, направляются силы и средства, поступают звонки в пожарно-спасательные части, аварийно-спасательные формирования. И именно отсюда происходит высылка сил и средств по всей республике. Улучшение навыков личного состава проходит изо дня в день. У спасателей по 6 часов теории и практики ежедневно. Сменяя друг друга, дежурные группы выезжают на пожарных машинах в город для изучения районов. А высоко квалифицированные психологи помогают спасателям в реабилитации из-за высокого стресса, связанного с работой. Хотелось бы отметить, что наши граждане, наши земляки республики Дагестан всегда очень отзывчиво относятся, небезразлично относятся к чужой беде, всегда приходят нам на помощь в качестве добровольцев, в качестве любой помощи на пожарах, на тех же ДТП, на происшествиях. Меня радует, что живу в этой республике, что наше население может сплотиться в тяжелой ситуации и помочь, прийти на помощь. Карим Даниев, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В День защитника Отечества Буйнакски прошла патриотическая акция у памятника скорбящей матери с участием активистов в молодой гвардии, юно-армейцев и представителей депутатского корпуса, а именно депутата Народного собрания, координатора проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаевой. Цель такой акции – сохранение исторической памяти о павших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны. Также участвовали в акции неравнодушные жители Буйнакска и мотострелковая бригада. Это самый любимый, самый почитаемый всенародный праздник России, во время которого мы отдаем дань уважения нашим офицерам и выражаем безграничную признательность за любовь к нашей семье. Символично, что погода сегодня показывает свой мужской характер. В МЧС Республики предупреждают о метелях и значительном понижении температуры в ближайшие несколько дней. А в горах Дагестана лавиноопасная ситуация. Поэтому спасатели рекомендуют автовладельцам воздержаться от дальних поездок и походов. Если вы все же отправились в дорогу, нужно быть бдительными и избегать так называемых зон риска. Теперь отдельные категории граждан могут получать по две пенсии сразу. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших или раненых при прохождении службы. Также пенсия полагается нетрудоспособным после Чернобыльской катастрофы и военным пенсионерам, работающим после увольнения. Спортивные мероприятия, возложение цветов, экскурсии, концерты проходят сегодня по всей республике. Праздничные акции организованы с соблюдением действующих санитарных мер и ограничений. Подробности расскажет Ларьяна Шумхалаева. На мастер-классе по сборке и разборке автомата Калашникова, самого популярного стрелкового оружия в мире, эти махачкалинские школьники уже не новички. С друзьями они даже соревнуются на скорость, признаются, что несмотря на готовность применить оружие, если позовет Родина, все же они не желали бы повторения войны. Вообще меня привлекает эта вся военная деятельность. Собираю я автомат за 37 секунд и в будущем я желаю стать военным моряком. Хочу всех поздравить с Днём Защитника Отечества, чтобы все мужчины и подрастающее поколение защищали нашу Родину, чтобы у нас было только мирное небо над головой. Девушки из студенческого спасательного отряда «Снежный барс», обучая ребят правильному проведению сердечно-легочной реанимации, уточнили, что это базовый минимум, который должен уметь оказывать любой человек вне зависимости от рода его деятельности. В военное время важно не только умение держать автомат, а также и вовремя оказать первую помощь своему собрату. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Суперфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена» Даниил Шабанов еле сдерживает слезы, когда поет песни военных лет. Он посвятил свое исполнение всем защитникам Родины, тем, кто жив и кто уже ушел. Именно они защитники нашей республики, нашей Родины. И они в тяжелый момент встали на защиту нашей Родины. И поэтому, чтобы дать хоть какую-то дань уважения, я хочу спеть эту песню, чтобы они вспомнили свои былые времена, и чтобы почтили память павшим именно в этих тяжелых, непростых войнах. Всем школьникам организаторы предложили сыграть в квест-игру «Защитникам слава», где необходимо было вспомнить все воинские звания, все названия боевого оружия, продемонстрировать командный дух и проявить свой патриотизм. Ну, а в перерывах наслаждались песнями военных лет. Лориана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания.